В атаке футболисты хозяев длинной передачи вперед. Здесь Ромальо останавливает мяч, отдает, правда, чужому. В атаке игроки Бате передача налево. Шикарный пас. Удар поворотом. И Берн Длено пропускает мяч на второй минуте. Вот таким курьезным образом Горгичук открывает счет. 1-0 впереди хозяева. Надо сказать, что это весьма интересный старт. Очень хорошая передача и удар поворотом Джулио Донати не очень понял, как ему действовать против соперника. Плюс отмечаем передачу Александра Володько. Но смотрите, что происходит. Удар вроде бы легкий, но Лено недостаточно плотно ставит руки, ладони и пропускает мяч. То, что мяч забит на второй минуте для Берн Длено, в общем-то, не то, что... Только при сюрреалистических обстоятельствах Бате сможет это чемпионство упустить до конца чемпионата. Удар поворотом. Это не точно. И это первый по-настоящему заметный удар поворотом Сергея Черника. В порядке в Лиге Чемпионов. Чемпионат Беларусь это посещаемость, как мы знаем, не шибко высокая даже на матче лидера. Мехмедим. Прострел, удар. Черник! Тащит мяч. Сергей Черник полному восторгу. Еще публике, которая сейчас скачет, здесь прыгает и гремит на стадионе. Ромаль ее, конечно, зацепил Мазалевского, но уже после того, как офсайд был зафиксирован. Смотрите, какой момент. Удар Чичарито мог забить свой 13-й мяч за Байер. Но Черник остался верен своей позиции. Вот он остался. Стоять он, может быть, и хотел завалиться. Еще неудачным, а просто удачным состоялся давно. Было это в... еще в Кубке Германии. Удар. Ух, какой удар получается у Чичарито. Мяч летит мимо ворот. Так вот, Венделл в последний раз по-настоящему нормально отыграл матч против клуба Виктория Кёльн. Это было еще в конце октября. И в Кубке в этом микродерби Байер победил в гостях со счетом 6-0. Там Венделл сыграл идеально. Очень хороший момент у Чичарито. В конце клуба, это его ударная позиция. Крамер почти получил мяч. Кампель. Возрастает скорость игры Байера. И уже есть серьезные проблемы у Бате в обороне. Вот момент, который мог завершиться забитым мячом. Сергей Черник на месте. И будет еще опаснее, если игроки Бате не начнут ну хотя бы чаще контролировать мяч, чтобы больше. Ромальян находит свободное место на правом краю. Белараби смещается в середину Белараби. Может даже сделать передачу, но он бьет сам и снова в руки Денису Сергею Зантичернику. Все остальные лиги чемпионов заканчивались четвертыми местами в групповых этапах. То у Байера все ровно наоборот. Передача. И мяч в воротах оказывается. Неожиданно оказывается в воротах. Перепрыгнул он Сергея Черника, который, видимо, думал, что это прострел. Потому что как-то спокойно реагировал на этот пас Адмира Мехмеди. 1-1. Ну что ж, я оказался прав. Действительно, если дальше продолжать так играть, то мяч обязательно окажется в воротах. Адмир Мехмеди крупным планом. Четвертый мяч в четырех играх лиги чемпионов. Футболист, который еще в прошлом сезоне выступал за борющийся за... Вот Адмир Мехмеди. Мяч приобретает какую-то странную траекторию. И вроде бы летит на дальнюю штангу. Вроде бы это пас. Но в то же время... Возможно, так было задумано. Нет! Вы сейчас очень хорошо могли видеть...